Вадарский мост Вадарский мост самый поздний из построенных разводных мостов через него. Это был первый железобетонный мост через него и первый разводной мост, построенный в советское время в Ленинграде. На тот момент мост являлся уникальным инженерным сооружением. Мост соединяет Народную и Ивановскую улицу. Назван в честь революционного деятеля Вадарского. Построен в Невском, а ранее Вадарском районе, в юго-восточной части Ленинграда. Этот мост был задуман как важнейшая часть магистрали, соединявшей проспект имени Сталина, сейчас Московский проспект, с правобережными районами Ленинграда. Рядом с мостом на левом берегу установлен памятник Володарскому. Володарский, урожденный Моисей Маркович Гольдштейн. Большевистский деятель Великой Октябрьской социалистической революции. Был убит эссерами в 1918 году, рядом с местом, где сейчас находится мост его имени. Местность на левом берегу Невы, к югу от Невской заставы, называлась раньше Щемиловка или Фарфоровская колония. Название идет от бывшей деревни Щемиловки, располагавшейся на берегу речки Щемиловка, которая была засыпана в конце 19 века. Во второй половине 19-го, начале 20-х веков Щемиловка – рабочая окраина Петербурга, на территории которой размещались общежития рабочих Императорского фарфорового завода. В 1840-х годах к западу от Щемиловки прошла линия Петербургско-Московской, ныне Октябрьской, железной дороги, при строительстве которой в районе Щемиловки добывали грунт для железнодорожной насыпи. Часть этих выработок сохранилась и сейчас в виде Ивановского карьера. Володарский мост – единственный в Петербурге мост с эстакадной пристройкой для съезда транваев на левом берегу. В народе мост получил название «Последняя надежда» из-за самой поздней разводки. Строительство моста велось под руководством академика Передерия. Железобетонные пролетные строения бетонировались на подмостях, на берегу. К месту установки готовой арки транспортировались на понтонах при помощи лебедок. Работы по транспортировке пролетных строений велись под руководством крупного садостроителя – академика Крылова. Под его же руководством были рассчитаны и изготовлены гигантские понтоны. Разводной пролет впервые был сделан цельносварным. Электросварка вместо заклепок позволила снизить вес крыльев почти в три раза. Пятипролетный мост имел два железобетонных арочных пролета и металлический разводной пролет посередине, двухкрылый с неподвижной осью вращения. Привод моста был электромеханическим. Речные опоры возведены на кессонных основаниях, а береговые устои – на свайнах. Общая длина моста составляла 352 метра, ширина – 20 метров, длина центрального разводного пролета – 44 метра, а длина боковых арочных пролетов – 101 метр каждый. Масса каждого крыла разводного пролета – 385 тонн. При строительстве моста впервые проезд транспорта по набережным был устроен под боковыми пролетами, что впоследствии стало типовой схемой при постройке московских мостов. Впервые была применена уникальная технология трубчатой арматуры. Металлические трубы были наполнены бетоном. Это способствовало большей устойчивости моста под тяжестью постоянно передвигающихся грузов. По мосту была проложена трамвайная линия, шедшая по всему левому берегу до Большоутинского моста. Это давало возможность горожанам свободно добираться в центральную часть Ленинграда, так как на тот момент еще не было ни метрополитена, ни моста Александра Невского. Мост Володарского был открыт 7 ноября 1936 года. В годы Великой Отечественной войны Володарский мост использовался как дубль финляндского железнодорожного моста. По нему производилась переброска подвижного состава на правый берег Невы. В течение полувека простоял арочный железобетонный мост. На застоль длительный срок из-за возросших на него нагрузок он оказался крайне изношен. Поэтому в 1988 году началась реконструкция моста. Работы проводились до 1993 года. На период ремонта ниже по течению реки был возведен временный автобусно-пешеходный мост. В ходе реконструкции заменены постоянные пролеты и разводной пролет моста. Старые опоры были сохранены, но сделаны шире и устойчивее. Высота опор была увеличена на 4 метра. Многие суда стали проходить под ним без разводки центрального пролета. После реконструкции трамваи забираются на мост по специально построенной эстакаде. Эстакада стала последним крупным инженерным сооружением в Ленинграде, Петербурге, построенным для рельсового транспорта. Старые железобетонные фермы нашли свое пристанище на берегу Невы в районе деревни Новосаратовка. В 2003 году проведена очередная реконструкция Ваверского моста, связанная с возросшим потоком грузового транспорта. В 2008 году были усилены металлоконструкции пролетных строений. Сегодня из-за высокой интенсивности транспортного потока мост снова работает на предельно допустимом уровне нагрузки, что способствует повышенному износу его конструктивных частей. Среди дефектов моста чрезмерная вибрация пролетных строений, из-за чего нарушается целостность сварных швов. Если вы идете пешком по Валдарскому мосту, это не очень заметно. Но если вы остановились, становится страшно, когда такая махина ходит ходуном под вашими ногами. Происшествие Во время реконструкции 27 сентября 1993 года танкер «Волга-Нефть» врезался в Валдарский мост, сбив плавучий кран строителей. 28 октября 2010 года сухогруз «Глория» потерял управление и столкнулся с третьей опорой моста. В ночь 17-18 ноября 2013 года с моста в реку упал автомобиль с Ярославскими номерами. Его владелец погиб. Лишь спустя три недели автомобиль был поднят с глубины 13 метров. Вечером 25 августа 2018 года произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса из-за самопроизвольного подъема пролета моста на 30-40 сантиметров. В результате инцидента пострадали три человека и отправлены в больницу с травмами средней и тяжелой степени тяжести. В средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о планах переименовать мост в российский. Но пока он остается Володарским. Если учесть, что Володарский это не фамилия, а подпольная кличка и пользы городу он не принес никакой, то, видимо, есть смысл подумать о присвоении мосту более достойного имени. Люди любят отдыхать у этого моста. Так почему бы не назвать мост, к примеру, народным, как названа и улица, которая к нему подходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова